Вы слушаете новости по логистике от АЭШ. Вторник, 8 июня 2021 года. В заголовках мировой прессы SMBC сообщает, Bita становится новейшим электрическим вертикальным самолетом-единорогом при поддержке климатического фонда Amazon, а также при поддержке Fidelity. Bita Technology во вторник объявил о раунде финансирования в размере 368 миллионов долларов, проводимых Fidelity и Amazon по оценке запуска электрического вертикального самолета стоимостью в 1,4 миллиарда долларов. Это инвесторы высшего уровня, приятно получить подтверждение, сказал SMBC, основатель и генеральный директор Bita Кайл Кларк. Говоря о нарушении так называемого статуса единорога в 1 миллиард долларов, он добавил, что видит будущее, в котором бета-версии Evo будет использоваться для доставки Amazon Prime. Журнал Wall Street сообщает, Global Maritime рекламирует оспариваемый план декарбонизации. Глава Международной морской организации ожидает, что ключевая группа примет проект по сокращению выбросов гублерода на встрече на следующей неделе, поскольку глобальный морской регулирующий орган сталкивается с растущим давлением со стороны правительства и своих собственных рядов по поводу экологических целей. План включает изменение энергоэффективности и того, что EMA, подразделение Организации Объединенных Наций, называет углерода емкостью альтернативной суток. Цепочка поставок Digital Home, заголовок. Теска признает злоупотребление рабочей силы в цепочке поставок одежды в Индии. Теска признала, что обнаружила злоупотребление рабочей силы в своей цепочке поставок одежды в Индии, после того, как были опубликованы доказательства принудительного труда женщин-мигрантов на хлопкопредельных фабриках, расположен по всему Томину. В ходе расследования, проведенными неправительственными организациями СОМО и АРИСа, были обнаружены доказательства множества случаев злоупотребления на рабочем месте и критических проблем. Сюда входило словесное запугивание из-за заработной платы и льгот до обмана, угрозы в отношении работающих женщин. В заголовках публикации «Логистика и транспорт» Транспорт сообщает на своей первой странице. В этом году мировой рынок экспедирования грузов вернется к уровню предшествующему пандемии. К сожалению, не в Европе. Восстановление глобального рынка экспедирования грузов ожидается уже в этом году. Аналитики «Транспорт Интеллендженс» прогрозируют, что в 2021 году мировой рынок вырастет на 11,6%. По мнению экспертов, постепенное открытие экономики будет способствовать экономическому росту и международной торговли. В апреле МВФ прогнозировал, что мировой ВВП в этом году вырастет на 6%. Он также прогнозирует рост международной торговли в этом году на 9,5%. В других заголовках «Трансинфо» видеозапись демонстрирует драматическое крушение контейнеровоза, в результате которого был опрокинут огромный кран. 3 июня один человек был ранен, и два человека застряли в обломках. После того, как грузовое судно водоизмещением 80 тысяч тонн столкнулось с другим судном, в результате чего в тайваньском порту Гаусюнь рухнул один контейнерный кран. Судно «Дурбан», вызвавшее крушение, представляет собой контейнеровоз длиной 316 метров. Утром, войдя в порт Гаусюнь, через второй выход в порт, судно, которое в то же время не перевозило никакого груза, столкнулось с судном «Янг Ханг», пришвартованным у причала номер 70, а также с одним из портальных кранов. Титиньюз.ком Несмотря на проблемы с удержанием, большинство водителей грузовиков не ищут работу. Согласно недавнему отраслевому опросу, большинство водителей грузовиков активно не ищут новую работу. Но надежная среда для набора персонала позволяет им легко найти ее, если они этого захотят. Опрос также показал, что решение проблем, имеющих значение для водителей, может помочь автопаркам сохранить те места, которые у них уже есть. Отчеты «Инбанк» «Логистик» Система управления двором поддерживает эффективный поток работы оборудования и материалов через обычно закрытую территорию за пределами склада, распределительного центра или производственного предприятия. Говорится в исследовании «Гарнер Маркет Гид», который также поддерживает управление и движение грузовиков, прицепов и контейнеров по дворах. Заголовок менеджера по логистике DHL приобретает новый склад «Уэст Мидлендси». Оператор по сети поставок DHL приобрела склад и распределительное подразделение «Лоджикор» по площадью 219 тысяч футов в районе Берлингема. Ранее DHL сдавала в аренду часть здания бывшему арендату. «Мы рады дальнейшему укреплению наших долгосрочных отношений с DHL, облегчая эту новую аренду», — сказал Энтони. Мак Класский — директор «Логитор» по управлению активами. Это была «Минута новостей» по логистике от АЭШ. Вторник, 8 июня 2021 года. Если вы хотите услышать больше глобальных новостей в области логистики, то подпишитесь к нам сейчас и следите за нами в социальных сетях.